Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Ирина. Летом косметический бренд Batalina мне прислали огромную посылку с косметикой по уходу за своим телом, за волосами. Я все очень хорошо протестировала. У меня уже сложилось определенное мнение об этой косметике, об этом бренде. Так что я решила поделиться с вами своими впечатлениями. Так что не будем долго тут рассусоливать и уже начнем. И первое, что мне попалось под руку, это гидрофильное масло для проблемной кожи. Я влюбилась в эту малютку. Как он безумно хорошо снимает даже стойкий макияж. Все очищает на ура, кожу увлажняет самое главное. Мне это очень понравилось. Обязательно приобрету еще. Единственное, что вот эти вот наклеечки, где написано вот все о продукте, ну как бы не очень хорошо смотрится, так как у меня стояла ванная, она намокала и немножечко связала. Но я думаю, это мелочи. Главное продукт. А все остальное это такая вот фигня на самом деле. Кто ищет себе гидрофильное масло по очень приятной цене, обратите обязательно внимание. Следующее, что мне попалось под руку, это бельзия ягодная. Это у меня, если не ошибаюсь, то клубничная. Шикарно очищает лицо до скрипа. Надо его совсем немножко, пенится очень хорошо. Из-за этого очень маленький расход. Приятно пахнет, но есть но. Очень большой объем. Я не знаю, вы посмотрите. Срок годности уже скоро закончится. У меня осталось совсем немного, но у меня еще здесь половина. Я его старалась даже прям брать тоннами. То есть, ну я понимаю, что это не минус. Но очень экономично. Срок годности маленький, так как это натуральная продукция. И получается, мне будет жалко, что я не успела израсходовать всю эту миленькую баночку. И придется выкинуть. Но продукт очень хороший, очищает шикарно. Очень так подсушивает, если у вас есть какие-то высыпания. Больше, конечно, я считаю, что этот продукт подходит на лето. На зиму все-таки хочется что-то понежнее. Следующий продукт, это у нас мятный скраб для тела. Слушайте, это просто космос. Это такой классный скраб. Он так хорошо очищает кожу. Прям она такая увлажненная, такая классная. Это еще одна моя любовь. Если вы ищете себе хороший скраб для тела, который будет хорошо отшелушивать вашу кожу, но не травмировать, самое главное, с приятным ароматом, то обратите внимание, следующая наша малышка, это бальзам для губ с облепихой. Слушайте, нет, все круто. Мне все понравилось. Но единственное, что я как бы, ну, как бы, он такого цвета, и он прям такого цвета и на ваших губах. И он держится так очень долго. И как бы я этого, ну, немножко не ожидала. Я думала, он будет прозрачный, либо хотя бы совсем такой нежный оттенок будет давать. А это прям вот такой же цвет на ваших губах. И я как-то прям немножечко прям как-то расстроилась. Потому что, когда у меня нет времени, я наношу слегка бальзамом, бегу на улицу. Но тут получается, что я не могу его нанести, потому что он апельсиновый. Вот. И как с такими апельсиновыми губами идти на улицу, я немножко не представляю. Я все-таки ожидала, что он будет прозрачный, либо хотя бы, ну, слегка давать оттенок. Ну, он прям конкретно дает оттенок. Ну, и просто он мне не подходит, если идти на улицу. Но дома я пользуюсь им на ночь. Он работает, он губы делает мягкими, увлажненными. Мне все нравится, кроме, конечно, его вот этого вот апельсинового оттенка. Я не знаю, может быть, так и надо. Я что-то, может быть, не понимаю. Еще один продукт, который покорил мое сердце. Это вот такие вот сахарные кусочки. Это скраб для тела, который можно сверху облизать, если вы, мало ли, вдруг голодная. Но если вы не голодная, то вы можете вполне нанести его на тело. Этого маленького кусочка хватает на все тело. Хорошо отшелушивает с этими скрабами от этого бренда. Как-то вот мне повезло, все хорошо. Они работали на моей коже очень деликатно, хорошо. Не было раздражений, самое главное, потому что у меня часто бывает раздражение, так как кожа очень чувствительная. Сейчас бы чайку и так ням-ням-ням. Ну ладно, не будь. Следующая это у меня гидрофильная плиточка. Она у меня также осталась в одном экземпляре. Я все израсходовала. Безумно пахнет белым шоколадом. Я любитель сладкого, так что мне это очень нравится. Распределяла по всему телу, смывала водичкой. И все, я не наносила увлажняющий крем. Мне этого увлажнения вполне хватало на два дня. Буду пробовать в дальнейшем другие плиточки. И обязательно поделюсь с вами впечатлением. Еще у меня было два мыла с розовой глиной. Я думаю, что долго на них заострять внимание не будем. Они у меня закончились. Я использовала одно для рук. Мне оно очень нравилось. Оно не пересушивало мои руки. Чувствовала, что руки хорошо очищены. Мне это очень нравилось. Второе я использовала для лица. Блищ! Так, следующие мои два продуктика от Баталина. Это шампунька и бальзамка. Шампунька у меня были с крапивой. И тут тоже, вроде, с крапивой. Да, они оба с крапивой. Бальзамка у меня и шампунька практически закончились. Тут осталось совсем на донышке. Ну что, давайте разберем все по порядку. Шампунь, шампунь, шампунь. Самое первое, он приятно пахнет. Второе, безумно круто очищает кожу головы. Он так ее очищает. Ух, подсушивает. Мне это нравилось. Я, в общем-то, осталась довольная. На длину я его не наносила, только на кожу головы. Единственное, что кто любит очень такие пенящие шампуни, которые прям так конкретно такую прям пену дают, то многим, может быть, это не понравится. Но если правильно его использовать, сначала наносить на ладошечку, растирать и на волосы, то будет работать даже очень хорошо. Пенится он будет отлично. Так что вот, бальзам, 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 бальзам. Очень хорошо работал с волосами изнутри. Единственное, что мне вот немножечко не хватило, это вот увлажнение. Он хорошо восстанавливал, ухаживал за волосами. И ничего плохого с волосами он на мне не делал. И на моей подруге тоже. Ну хотя она и пользовалась его один раз, но не важно. Ничего плохого он не сделал. Вроде как все. Я осталась очень довольна. Я любитель натуральной косметики. Продукты на мне работали все очень хорошо. Не вызывали у меня никаких аллергических реакций. Это самое главное. Хотя я очень аллергичный человек. У меня аллергия на все, что можно. Здесь как-то все подобралось очень хорошо, комфортно для моего тела. Надеюсь, я вам была полезна. Если да, то поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Все, целую, обнимаю. Пока!